9 мая это один из самых важных праздников в истории России и других стран, которые принимали участие во Второй мировой войне. Традиционно в этот день чтится память тех, кто ценой собственной жизни защищал свою родину. Во внутреннем дворе Казанского федерального университета состоялось возложение цветов к мемориальной стене памяти преподавателей, сотрудников и студентов Казанского университета, которые сражались за родину в Великой Отечественной войне 1941-1945 года. Почтить память героев пришел ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин вместе с проректорами Казанского университета. День великий, святой день. Мы всегда вспоминаем тех сотрудников университета, кто участвовал, сражался за родину, кто участвовал в Великой Отечественной войне. Они фактически обеспечили нам то, что мы сегодня живем, можем учиться, работать, творить. Мы вспоминаем их всегда с теплыми словами. К сожалению, практически все они уже ушли из жизни, никого не осталось. Помимо возложения цветов к празднованию Великого Дня Победы на главном здании Казанского федерального университета появился флаг Знамени Победы в Великой Отечественной войне. По инициативному ректору Сафина Ленарнатовичу у нас повесили над нашим зданием Знамени Победы. Это на самом деле символично очень. Это новая традиция Казанского университета. И то, что мы сегодня пришли, провели данное мероприятие, я говорю еще раз, это одно из ключевых мероприятий в году, в нашей жизни и, я думаю, в жизни студентов. Торжественное мероприятие прошло в Елабужском институте Казанского федерального университета. Началось мероприятие с того, что обучающиеся университетской школы выстроились в бессмертный полк с портретами погибших родственников, участвующих в военных действиях 1941-1945 года. Далее состоялась минута молчания, а затем школьники отправились на встречу с ветеранами, после чего в Саду памяти и дружбы ребята посадили 20 декоративных яблонь. Этот праздник, который мы с вами будем встречать, для меня это очень большой праздник. Хоть я и не участвовал в Великой Отечественной войне, но я прекрасно помню, когда отец служил в Белоруссии, какое было отношение местного населения к нашим солдатам-освободителям. Они столько натерпелись от фашистов, что стоило только зайти в какой-то сельский магазин солдатов. Сразу все расходились и говорили, солдатик, давай ты первый. В набережно-челнинском институте Казанского федерального университета с первых чисел мая проходит череда мероприятий в рамках празднования 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Так, 5 мая директор института Георгий Катиев совместно с профессорско-преподавательским составом возложил цветы у вечного огня мемориального комплекса «Родина-Мать» почти в память солдат, погибших в бою, защищая родную землю. Желаю всем крепкого здоровья, желаю не забывать историю нашего Отечества, не забывать тот подвиг, который совершили наши соотечественники, родные и близкие, которые победили нацизм. Далее в инжиниринговом центре была организована праздничная программа, где звучали стихи и песни о войне. Были исполнены танцевальные номера, подготовленные студентами творческих коллективов МЧКФУ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова